Привет, друзья! Товарищ Сопронов, и вы меня уговорили. Не то, что уговорили, а мы с вами договаривались. 2000 лайков и новый обзор на эту штуку. Здесь делаем так же. 2000 лайков поставите и закажу ещё Пупси Слайм. Вы просили, вы хотели, вы писали, мы писали, наши пальчики устали. Мало того, плюс каждые 500 лайков, плюс ещё одна игрушка Пупси Слайм. Вот к этому видео. То есть, набрали 2500, ещё заказал и показал вам, распаковал. Вот так договоримся. Ну, а сегодня мы ещё одно откроем. Посмотрите, что было в прошлый раз, если не видели. Было трэшово и прикольно, и очень круто. Не знаю, может здесь и повторка попадётся, потому что это сюрприз. Может быть, какая-то новая попадётся, может быть, что-то, что-то. Может, редкая попадётся, я не знаю. Вот такие вот Пупси Слайм Фэнтези Фрэнс, друзьяшки, фантазяшки, можно назвать их. И это капсула с сюрпризом. Тут есть фигурка, тут есть слайм, тут есть блёстки, тут что только нету. В общем, а нет, всё собственное. И тут есть прикольная капсула с пшиками. С пшиками, с блёстками. Вот так. А, здесь ещё есть бутылочка. И вот эта штуковина, она тошнит слаймом. Игрушка, которая тошнит слаймом. Здрасте, приехали, да? Всё, у нас теперь это уже норма. Когда-то все возмущались, кричали. Игрушки, которые тошнят слаймами. Как так? Ну, водка, игрушки, которые какают, которые писают. Всё, теперь все у нас играют, все хотят на полках, на прилавках может стоять. Это всё спокойно. Я заказал из Америки. Посмотрите, распаковку она в описании по ссылочке. И там же сервисы заказывают, там дешевле сильно в Америке. И мне так удобнее, безопаснее. Всё приходит и быстро, и классно через сервис LightMF. Ссылку оставил на сервис, который пользуюсь сам в описании. Дальше спрашивайте. И я отвечаю. А тем временем... Где у меня морковка? Вот она, в смысле, морковка. А, здесь же не нужно. Ну, давайте. Битва Сафронов против Перфолинии. Закон Перфолинии сработает или нет? Так, в начале закон сломанного ноготья сработает, походу. Так, и... Битва проиграна. Ну, а я не могу. Перестаньте это так делать. Да что ж такое? Она троллит меня просто. Вы-то понимаете, вот что это по кусочкам-то? Как? Что? Начинается же всё нормально. А всё, а всё. Раньше надо было как-то открывать нормально, да? Ну, ладно. Открываем. Коробку. О! О, звук. Так, мне только надо будет не забыть, тут подстелить где-нибудь соломки. Я сейчас вот сбегаю за бумажкой какой-нибудь. За бумажкой. Или какой-нибудь запасной коврик нужен. Что-нибудь такое. Всё же будет сейчас в воде. В блёстках. Я буду в блёстках. Весь мир будет в блёстках. Всё будет за... Заблё... А-а-а! Слушайте, я только сейчас понял, что тут блёстки от слова «блёстки». Понимаете? Потому что его реально тошнит этим всем. А ещё он пукает блёстками. Она, оно, кто там попадётся. Очень надеюсь, что не повторка. Пожалуйста. Вот зря я так сказал. Теперь точно будет повторка. Так, ну шо ж, я тут всё застелил. Давайте теперь распаковывать. Снимаем колпачочек. Вот здесь вот такой. Я теперь уже знаю. Я теперь уже профи в этом. Я знаю, как они. Уже разбираюсь. О-о-о! У меня тут что-то всё потекло. Всё потекло. Но зато розовые, я теперь знаю. То были золотые. А здесь розовые. Может быть, это хороший признак. А может, плохой. Вот. И у нас есть такая тема. Мы вначале, чтобы вот это вот всё дело запузырить. У меня даже свет выключился от этого всего страха и ужаса. Чтобы это всё дело запузырить. Мы должны нажать. И сейчас такие блёстки полетят. И одновременно с этим нажать и открыть. Ну, я опять на себя же, да? Блесканул. Во-во-во. Видно вам будет или нет? Надеюсь, видно. Пыньк. И видите, это блёсточки. Вот давайте сейчас я возьму листик бумажки. Вдруг вы не видели? Вот такой вот. Пыньк. 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 Что там? А, нет. Ничего не видно. На листике бумажки. На руке зато отлично, знаете ли, видно всё. Весь в блёстках. Я потом ещё хожу. И со стола здесь всё убираю. И везде, в общем, кошмар. Вот. Вот эта штука, в ней там мало-мало. Но вот эти вот блёстки. Тут у нас ещё вытекла половина. Не очень круто. Не круто тута. Знаете ли. Так. Теперь у нас внутри вот такой вот пакет. Был листок такого цвета? Я не помню уже. У меня здесь всё что-то красное какое-то. А там было красное? Или какое? Всё в блёстках. Просто всё блёсточное просто безумие. Знаете, передоз начался. И тут вот куча пакетиков. Ну, как куча. Три. Пакетика. Первый пакетик. Здесь у нас ингредиенты всякие для изготовления слайма. Вот всякое такое. Открываем. И тут вот насыпано. Вот это снимаем. Хотелось бы мне, кто бы попался мне. Я уже не помню, кто там есть. О, ещё один пакетик. О, пакетик тут у нас, видите, с Макдональдсом, с сердечком. Макдональдс. Это ёмкость для хранения слайма. Это ложечка, как у типичных Пупси, слайм сюрприз. Это инструкция. А что это? Рейнбу, Шиммер, один. И всё? И всё? Вы серьёзно? И всё, больше ничего? Нет? Значит, никакая нередкая, да, попадётся? Ой, я не буду смотреть, потому что по пакетику я заспойлерю, кто у меня там. А мне интересно узнать. Ещё. Так, здесь у нас баночка с чем-то. Вот если посмотрю, я точно буду знать. С чем, кто, чего. Вот, видите, баночка тоже из Макдональдс. У них такой, типа, вот, Макдональдс слайм. Только там, конечно, надписей жалко нет. У них были разные там. Фартит. А, это у них был. Нет, это MJ тоже делает. Поэтому компания, которая Лол выпускает. Кулдунов-пердунов. Который вот, Хенгерс, который какают слаймами. А эти тошнят слаймами. Вот, понимаете, люди знают, как зарабатывать деньги. Просто слаймы изо всех щелей в прямом смысле лезут. Не в переносном, понимаете ли, да? Так, а что это за пакетик тут у нас такой? Что у нас тут? Я что-то не понял. О, какие-то труселя. Но есть плюс существенный. Лифчик у нас здесь будет в виде подсолнухов. Лифчик, смотрите. Лифан и труселя. Но это еще не значит, что это будет девочка. В пупсе слайм тут все неоднозначно. Короче, это радует, что не повторка. Потому что можно иногда, понимаете, да? Если хотите не повторки, ну, типа, надо заказывать с ebay, когда уже распакованы. Ну, то есть, они есть такие, да? Но! Видите, теряется прикол анпакинга. А тут частично в этом фишек. Итак, фея. Ну, что ж. Фея. Ой, какая она классная. Ну, она обычная, но классная. Очень классная. Ой, смешно, смешно. Смотрите, у нее загорел... У нее места загорелости, видите, тела. Так. Ага, блестки у нее там есть, я вижу. Просто напоминаю вам, что она будет пукать. Она будет пукать блестками. Она будет отсюда выплескивать блестки. А еще и в рот нужно залить воды, чтобы получил, чтобы ее стошнило слаймом. Так, давайте снимаем с ее лица защиту. Вот это вот страшнейшее. Посмотрите, потому что она ужасная. Какой-то инопланетянин, как будто. Но сама фигурка очень крутая. Выглядит кукла прям на четверочку с плюсом. Посмотрите, потому что... Видите, какой шов? МДжей. Опять косячите. С лолами косячите, тут косячите. Подвижные вот такие ручки. Подвижные, как вы поняли, ножки. И неподвижная голова. Потому что в голове, у нее сейчас в голове можно услышать, как что-то шипит. Ну, не шипит, а трясется. У нее там порошок для того, чтобы сделать слайм. Мы должны выткнуть из нее соску. Видите, у нее вон изо рта уже влезут эти штуки. Залить в нее то, что нужно. И она, соответственно, потом произведет слайм. Нужно будет подождать сколько-то там по инструкции. И приготовить слайм. И потом в него уже добавлять блестки. А, пукнуть в него слаймом и добавлять блестки. Вот так как-то цепляется, видимо. Ага, вот тут эти штуки. Видите, как у нее прикольно сделано, что не нужно мучить куклу, пытаться ей оторвать руки. Можно минимальными жертвами нацепить на нее лифчик. Так, ну ладно. Конечно же, забавно с загаром с этим сделано. Да, явно не загорает она без этого всего, да? То есть, так сказано. МДЖИ. Вот такая вот у нас фея в лифчике. Конечно, тут главная фишка – это ее глазище. Это было со всеми вот этими фигурками и с первыми, и с предыдущей. Огромные ресницы, стеклянные, ну, эпоксидочкой залиты глаза. Из-за этого они, ну, очень круто выглядят. Ну и прикольный бронзовый оттенок кожи с золотом, с отливом, с таким золотом, розовый цвет. Очень красиво сделано. Ну и образ такой забавный. Пуп с фея, с кучей золотых заколок в своих косах. С такими крыльями тоже, с блестками золотыми. Ну, то есть, образ прикольный. Образ прикольный. Еще она косолапит, так, видите, занятно. Короче, фигурка в этот раз милая. Если в прошлый раз был такой крутой чел, то фигурка милая. Так, а здесь у нас, ну, просто блестки, просто блестки. Ничего особенного. Но можно посмотреть, кто это там подписанная или как. И она обычная, ну, потому что с редкими идут какие-то дополнительные штуки, как я понимаю. Вот. Запах. От чего идет запах? Ну-ка. Ага. Вишня. Я чувствую запах вишни. Да. И она обычная. Обычная. Вот она. Кира Рейр. Но не Рейр. Рей, но не Рейр. Вот. В прошлый раз этот чел был. Ну, тут есть прикольные русалки прикольные, всякие вот эти облитые малыши прикольные. Да, хотелось бы посмотреть еще побольше их, конечно, чем... А, король прикольный, ребенок с тартухой. Тоже забавно. И сейчас время залить в нее воду, чтобы она приготовила нам чудо-слайм. Здесь есть инструкция, соответственно. Посмотрим, какой слайм получится. Вот так. Заливаем, запикиваем ей в рот. Значит, трясем и оставляем на... А, трясем одну минуту, да? Выливаем, потом слайм и оставляем на 10-15 минут. Вот вода у меня есть. Сейчас заливаю прямо у меня тут. Все, при вас делаем. Наливаю. Заливаю. Берем вот этот вот шприц. Вот так. Наполняем его до отметки. Но на самом деле, главное, чтобы когда потечет это все дело. Вот так вот. Когда потечет, это все дело надо остановить. Остановить землю. Я сойду. После таких игрушек. И вот так заполняем в нее жидкость. Сразу чувствуется вода. Струей попадает в куклу. А все, залилось. А все, а все. О! Все нормально. Ну, вот эта функция одноразовая, конечно. Вы один раз так сделали. Второй раз вы нормально это не провернете. Это надо как-то засыпать в нее. Ну, такое себе. Но поить ее можно. Она будет плеваться водой. И теперь мы трясем одну минуту. Примерно. Эту минуту мы можем провести вместе с вами в разговорах о смысле таких игрушек. Расскажите мне, пожалуйста. Вот у вас тоже поменялось мнение. Я их в первую очередь заказывал как веселый трэш. Как забавные приколюхи. Как, знаете, какие-то такие как бы необычные странности. Но я так понимаю, что сегодня в трендах это нормально. Дети хотят такое, дети любят это. Я понимаю, что нет. Я всегда, наоборот, за то, чтобы табу снимать, чтобы детям больше про жизнь рассказывать. А здесь людей тошнит. Люди какают. И все понятно. И все бывает такое. Тут нет никаких таких каких-то странностей в этом. То есть, это обычные человеческие процессы. Но стоит ли делать на этом такой акцент? Ну, то есть, так много уже этих игрушек. И так много этих фигурок. Напишите, вот как вам кажется. Или достаточно, или недостаточно, или что. Не знаю. Я, по крайней мере. Я в растерянности. Я пока не могу однозначно сформировать свое мнение. Но, может быть, вы поможете подскажите. Просто мне кажется, что, конечно, вот когда маркетинг до этого доходит, это уже что-то новое. Ну, то есть, как будто это прививают. Как будто это продвигают. Есть у меня такое впечатление, что как будто... Сама по себе это прикольная концепция. Но как будто чуть-чуть борщат с этим. Просто чуть больше, чем нужно. Где-то есть и в лолах эти всякие отсылки на пошлость, и на всякое, и на всякое. Чуть больше этого стало в мире. Ну, может, мир такой стал. Не знаю. Ну, пишите в комментариях, если вам как-то кажется. Ну, всё. Давайте. Тут главное не передержать этот слайм, потому что он уже будет вытекать. Пока он жидкий. И нам нужно его просто... Вы... Как это? Блестить. Выблестить. Короче, я должен устошнить. Итак, давай, как говорится, два пальца в рот. И после вечеринки коктейль с зонтиком. Нужно было пить без зонтика. Давай. Давай. Что-нибудь осталось ещё? Зачем я озвучиваю, когда и так всё прекрасно? Типичная ситуация около клуба. Так, вот это плохая была идея, очевидно. Сюда. Я просто видел в каком-то ролике у какого-то блогера, что она вот так вот наделала. И у меня тут всё парилось, и слайм разлился везде, где только мог. Так, пока у нас застывает слайм, между прочим, мы сейчас как пуканём в него, потому что у неё есть ещё функция. Вот сюда. А эту, кстати, затычку же можно сюда, да, сделать? Или у неё есть какая-то... Зачем я это делаю? Не надо, Сафрон. Так, у неё есть функция. Давайте посмотрим. Главное сейчас не пропустить этот кадр. Итак, наставь внимание... Итак, наставь внимание... Эй, эй, ну я же вижу там блёстки. Они что, застряли или что? Я вижу, у неё в попе блёстки. Отдавай, противная кукла, свои блёстки и свои попы, пожалуйста. Не хочет. Видимо, либо залипли, либо я не знаю, зачем туда добавили. По идее, у кукол, у которых в попе блёстки есть, там залеплены попы. Должны быть. То есть, может быть, у неё и нету. Ну почему? Ну я же... Мы же с вами видели на кадре прям. Поэтому мы возьмём вот обычные блёстки, которые здесь есть, и на этом этапе уже сразу добавим в слайм. Вот. А-а-а! Всё, конечно же, заляпаем при этом. Куда ж без этого. Всё, оставляю на 10 минут, 15-15 минут, пока слайм не застынет. Но у меня не очень удачная, конечно, история с ним получилась. Здесь можно его ещё блёстки в него подзамешать. Вот так. Потому что когда в сухой уже готовый слайм, они так чуть хуже замешиваются. А сейчас они будут нормально. Даже структуру ему какую-то создадут дополнительно. Что ж, ждём. Не, ну кукла пока вроде так забавная. И каких-то ботиночек, да, не хватает. Чё-то ещё аксессуар. Так, друзья мои, готово. По идее, вроде, потыкал этот слайм. И давайте посмотрим, какой он получился. Вот у нас ложечка есть. Плохая идея. В прошлый раз я сделал намного лучше. Намного лучше. Моя идея была лучше изначально. Я посмотрел обзор какой-то. И там было вот это. Вот. И я повёлся. Повёлся на это. На это. Повёлся. А зря. А напрасно. А зря, а зря. А всё, а всё. Ну-ка. Вот это вот, понимаете, вот что у нас было. Вот в итоге у нас у меня вот тут. Сейчас бы, если бы не было, это всё было бы на коврике. Вот это вот всё бы. Вот. А так просто у меня ногти в мою... Господи, эти блёстки в ногти, в пальцы, в кожу, в мою жизнь. Вот сейчас ворвались просто во всех направлениях. Потому что от этих блёсток невозможно избавиться. Они потом где-нибудь да проявят себя. Понимаете, в самый неожиданный момент и в самый такой непредсказуемый. Я, правда, не знаю, какой момент с блёстками. Может быть, непредсказуемый. Но просто ты такой, типа, встречаешь делового коллегу своего какого-нибудь. Или там приехал курьер. Или там сантехник пришёл такой, знаете. Пришёл как-то сантехник. Вот такое было. Значит, в такой форме, всё, у него инструменты свой крутой. Сантехник классный. И я с ним разговариваю, строю себя, что я что-то там понимаю. Вот. И типа такое, знаете, говорю с ним. Да, там, нужно, втулка, ещё что-то. Что-то такое. Несу какой-то бред там. На сколько дюймов? Там два на полтора. Там ещё что-то. Вот. И, а он так на меня смотрит, такой, типа, да-да-да, такой как бы. И всё время глаза прячь. Я думаю, что со мной не так? Вроде всё нормально. Глаза у меня на месте, рот на месте, нос на месте, всё на месте. Смотрю в зеркало, у меня морда в блёстках в этих. Потому что я что-то убирал этот слайм или пупси-слайм и так далее. Я думаю, вот человек не понимает, что у мужика 34-летнего морда в блёстках вся. Вы понимаете? Явно были, наверное, потом внутренние вопросы. И так он, в общем, и с ними и остался, по всей видимости. Спросить неудобно, а что у вас морда в блёстках, да? Ну, вот так. Ну, вот у меня такое бывает. А что? Ну, а что поделать? Такая работа. Морду блёстками мазать. Ой, нет, слава богу. Так получается иногда. Короче, вот такой у нас получился блестящий слайм. Пахнет он или нет? Ну, чуть-чуть, но, видимо, это кукла. А вот кукла пахнет сильно, сильно вот этой вишней, вишневый аромат. Вот такая у нас кукла, друзья мои. В этот раз вот такая кукла. Ну, слайм, понятно. Игрушка, жаль, одноразовая. Цена из-за коробки, из-за вот этого прыська, из-за вот этого всего, из-за слайма, она выше, завышена. При этом сама кукла невероятно милая. Если просто куклы нужны, то я говорю, на eBay вам проще заказать. Конкретно будет кукла без этой функции, но явно будет дешевле. И вы будете знать уже какая. Но для детей элемент сюрприза, прикола и так далее. Однако, много же себе таких их не закажешь. Ну, и вдруг у вас три закажут и три повторки будет. Поэтому, ну, вот как-то так. То есть, ну, хотя бы из Америки заказывать дешевле. Мне, по крайней мере, не так обидно, если будет даже повторка. Не так дорого, как у нас это было бы стоило. Но кукла прикольная. Качество нормальное. Ну, видны, конечно, где-то швы. Вот это вот швы. Ну, качество на четверочку. Ну, образ на пятерочку, я бы так сказал. Образ прикольный. Как вам, куклы? Пишите в комментариях. Хотите еще? Ставьте лайк под видосом. И, как мы с вами договорились изначально в видео, в начале ролика, На этом все. Пока. Ссылки все в описании. Субтитры сделал DimaTorzok